Орешек знания твердый Картина художника Грекова начинается на Т, кончается, кончается на А. Ни тележка, ни таганка. Тачанка. Правильно, именно это я и хотела сказать. Тачанка. Эти картины Митрофана Борисовича Грекова не просто живописные полотна, а художественные документы нашей истории, истории гражданской войны. Академию художеств Греков закончил еще до революции. Ему было 38 лет, когда вот так же, как этот крестьянин с его картины в отряд к Буденному, он пришел добровольцем в первую конную армию. Грекову не приходилось искать натуру, она была рядом. Боевые товарищи, герои гражданской войны становились героями его произведений. А вот это и есть знаменитая грековская тачанка. Раздалась команда, пулеметом продвинуться вперед, и помчалась по степи быстрая, бесстрашная тачанка. Тачанка, ставшая для нас символом тех героических дней. Много суровых и прекрасных картин создал художник Греков, и не случайно его называют певцом первой конной. Аморфный твердый материал. Аморфный, твердый, начинается на С... Стекло. Странно, но правильно. Вы когда-нибудь пробовали резать ножницами стекло? И не пробуйте. А если так? В чем же тут секрет? Вспомним, как жидкость сама собой поднимается по тоненькой трубочке. Также заполняет вода и трещину, возникающую под лезвиями ножниц. Прочность стекла снижается, и оно легко режется. Для стекла вода, для других материалов другие жидкости. Вот цинковая пластинка, например, гнется, а не ломается. Но стоит нанести на нее немного ртути, и пластинка в этом месте разламывается. Это явление открыл и объяснил советский ученый, академик Петр Александрович Ребендер. Теперь эффект Ребендера широко используют в технике. Везде не нужно обработать особо твердый материал. А уж со стеклом, когда знаешь эффект Ребендера, справиться совсем просто. Изобретение инженеров Даймлера и Бенца. Телевизор. Ну что ты, что ты, на букву А начинается. Автомобиль. Можете не проверять. В этой автоколонне две сотни машин. И принадлежат все они одному человеку. Вот он. Юрий Борисович Михайлов. Мастер спорта по автогонкам. Кандидат наук, инженер, испытатель автомобилей. И еще обладатель удивительной коллекции автомобильных моделей. В этом автопарке самые разные машины. Многие из них сделаны им самим. От первого до последнего винтика. Оборудование в домашнем автозаводе Михайлова простое. Доступное каждому. Главное здесь любовь к делу, да умелые руки. По этой коллекции можно проследить историю отечественного автомобилестроения. Вот первая советская легковая машина ГАЗ-А. Знаменитая М-ка М1. М-ка второго поколения. По выпуску этого автомобиля помешала война. В машинах, которые легко умещаются на ладони, тысячи деталей. Можно заглянуть в двигатель. А снизу подобраться к крессорам, коробке передач и карданному балу. Коллекционирование для Юрия Борисовича не забава, а серьезное и полезное дело. Вот и сейчас он испытывает новый прицеп, везущий сразу шесть грузовиков. А начинался этот автовоз Михайлова с маленькой модели в его домашней мастерской. Птица, широко распространенная в Европе. На В. Воробей! А вот и не попал. Ва-ро-на. Серую ворону вы, конечно, хорошо знаете. А вот такую встречали когда-нибудь? Воронам определенно не нравится эта птица какой-то странной масти. Но в том-то и дело, что это тоже ворона. Помните, человека, уж очень не похожего на других, иногда в шутку зовут белой вороны. Так вот это и есть настоящее, без всяких шуток, белая ворона. Птица действительно редкая. Всего одна такая встречается примерно на 20 тысяч обычных ворон. Был это год назад. Увидели дети, как стая больших ворон обижает крошечного белого птенца. Ребята отбили малыша и принесли его к Василию Ивановичу Антонову, любителю знатоку птиц. Возвращаться в лес вороненку было нельзя. Вороны не простили бы ему то, что он не похож на остальных. Гриша, так назвали птенца, а Греб освоился на новом месте и даже научился говорить. Вороны вообще склонны к звукоподражанию и охотно поддаются дрессировке. Живут вороны 20-25 лет. Так что у годовалого Гриши пока беззаботная пора детства. И все у него впереди. Журнал «Хочу все знать». Субтитры создавал DimaTorzok